Мы хотели поставить площадку в этом месте, собственно говоря, и собирать мешки для мусора, если таковые будут появляться, и готовы сами их загружать тем, кто будет заниматься машиной вывоза мусора, и, собственно говоря, сделать это по вызову. Складировать мусор в пакетах – такой способ сбора отходов выбрал для себя председатель гаражно-строительного кооператива Олег Смирнов. Он уверен, собирать мусор в мешки гораздо удобнее и дешевле. Этот способ, помимо прочих, значится в заявке на заключение договора с новым единым региональным оператором. Представители чистого следа и по телефону подтвердили – мешки с мусором вывозить будут. Но при одном условии – ГСК придется ежемесячно платить тариф. Мы согласны выбрасывать в мешках по мере накопления, но в этом случае, как нам сказали в чистом следе, нам будет необходимо платить по тарифу. И неважно, вывозим мы этот мусор, не вывозим мы этот мусор, но оплатить должны. По идее, я оплачиваю один тариф дома, где живу постоянно, получается, что я должен оплачивать такой же тариф в гараже, где я не живу постоянно. И кто-то, если на дачах присутствует, получается, что он и на дачах должен будет платить этот тариф, неважно, живет он постоянно или нет. Но судя по информации областных чиновников, начислять тариф будут только по конкретному месту регистрации человека. Как будут вести перерасчет, если череповчанин лето проживет на даче, пока не ясно. Что касается ГСК, руководство чистого следа, несмотря на развернутые бланки заявок, уверяет, региональный оператор будет забирать мусор только из контейнеров или бункеров. Оплатить собственники будут за количество вывезенного мусора. В договоре будут указаны все варианты оплаты, но, как правило, она происходит по факту. То есть, сделали нам заявку, допустим, если нет графика, либо был график, то есть мы выставляем счет в конце отчетного периода. То есть, сколько вывезли за этот объем, мы будем выставлять согласно единого тарифа. Единый тариф еще не определен, но договор с региональным оператором специалисты рекомендуют заключать уже сейчас. В нем необходимо указать тип емкости, где будут находиться отходы, а также их объем, который нужно вывезти. Еще один важный пункт – это периодичность вывоза. Ее тоже можно выбрать. Нигде четко не регламентировано, с какой периодичностью нужно вывозить накопившийся мусор. Это может быть и раз в месяц, это может быть и раз в квартал, может быть и раз в полугодие, потому что есть у нас кооперативы достаточно с большим объемом гаражных боксов, есть очень маленькое количество гаражных боксов. Поэтому вот эти отдельные моменты нужно решать в индивидуальном порядке. Какая структура будет контролировать наличие и благоустройство контейнерных площадок и бункеров, на сегодняшний день еще обсуждается. Но точно известно, что за отсутствие емкости для мусора владельцам гаражей грозит штраф до 100 тысяч рублей. К слову, об административной ответственности и обязательстве оплатить вывоз мусора руководство регионального оператора напоминает всем, кому адресуют свои письма. Татьяна Федянова, Анатолий Холин, Новости.